Привет, меня зовут Сергей. Добро пожаловать обратно в Дуинг Лихт 2. Мы с вами в данный момент держим путь на водонапорную башню, и да, я по-прежнему, опять же, между сериями не занимаюсь там никакой там дополнительной прокачкой и всем прочим, короче, чем богата, тем и рады. В принципе, мы и так всё неплохо... Как я здесь оказался, в общем? Мы и так всё неплохо проходим. Так, 200 метров вон туда. Внезапно, вот это жесть, конечно, так. Ай, ладно, летим. ПАДАТЬ! Фуньк! Привет! Ой-ой-ой-ой! Обрадовалась она мне. Ишь чё? Обрадовалась, как побежала сразу. Почему, кстати, смотри, зомби здесь ходят совершенно нормально, но я при этом почему-то должен двигаться ползком. Как? Так? И, кстати, меня обманули по поводу того навыка, который неуловимый бегун. Ускоряйтесь, преодолевая сложные препятствия, спуски доски трубы, отверстия стенок и т.д. Мне в любом случае приходится сжать какую-то эфку здесь, чтобы реально ускоряться. По-другому оно не работает. Я-то думал, что у нас с вами, короче, халява там как начнётся, так и всё по самое-то самое. Хрен! Хрен-то там. Так, а здесь я не залезу. Погоди, давай, проявлю чуть. Оп, красота. Всё, живём. О, лучьё. Привет. Ну-ка, что здесь есть? В таких местах бывает оружие валяется или вещи. Бинты лучника? У меня есть уже стрелы. У меня есть всякие ресурсы для стрел. У меня уже есть одежда для лучника, но самого сраного лука у меня нет. Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Софи говорит, когда я помогу им вернуть воду, она покажет мне ещё один проход в Central Loop. Это хорошо. Она здесь выросла и знает каждый уголок даже лучше, чем таксисты. Но поосторожнее с Джо Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Так. Это у нас... Ой, погоди, а там чё? Не думал. Погоди, погоди, погоди. Здесь какая-то заданька. Здорово, братва! Хрена тут в Асов. Ещё один только что ходил. Так, готово. Убрали тихо. Спокойно. Блин, не успел блок поставить немножко. хорош что убрался у еще это замечательно так давай парень ты свободен событие пройдено миротворец освобожден дай наградку дай наградку спасибо до свидания как весело однако началась эта серия давай парень не просли свою жизнь вот твоя цель удобные кроссовки необычные ты будешь убить то нет да будет смотри-ка ты опасный нападает так там вроде ничего интересного счастлива оставаться у нас там плюс один навык плюс 1 очко боя мощная атака давай забираем в любом случае без нее никуда вам даже думать не о чем кто опять отвали от меня нафиг так 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 я добрался поехали но я уже слышу дай мне спокойно взломать эту долбаную дверь чё ты ко мне лезешь я занят еще один там да отлично повис еще один сколько можно все взламывая красота времени кстати 17 11 я очень во время открывают взорвать найдите обезвредите взрывчатку а у меня на это таймер или нет у меня кстати 32 метра опять загорелась до аппарата этого по-хорошему этот ключ вот ключ которые вот прямо за стойкой микрофона смотрю вот здесь вот видишь 32 метра блин жаль что вам за стойкой микрофона его не видно но мне никуда его не перевести хотя всю вебку можно поднять но это будет здесь не круто в этой игре по крайней мере короче говоря по хорошему было бы классно если бы при появлении этого места какого-нибудь такого с ключом сразу добавлялся бы какой-нибудь звук я больше чем уверен что это сделает просто сейчас об этом почему-то не подумали я уверен что сделают потому что так оно нифига не удобно и пипец мне тут залезать походу ё-моё вот это сейчас паркур может ночи дождаться а потом уже паркурить а вдруг они бахнут просто если дождаться ночи то я буду бонус получать за все все свои телодвижения если можно получить двойную зарплату то почему бы ее не получить просто пробежал пробежал лицом сквозь доски а я могу такую взрывчатку сам крафтить и кстати куда я складываю она же тикает это это немножко напрягает как бахнет в кармане так сюда я не могу залезть до отчета от меня хочешь тогда чтобы я туда на этот подоконник не мне в любом случае как-то изнутри залезать пойдем да вот так а вот и джека джо никто не уйдет дай мне детонатор где детонатор так и ты тоже умрешь вода спасена он же тоже умрет если бахнет здесь они вообще отбитые нафиг бинты лучника вот опять начинается да дайте лук а ну дайте лук блин туда я так не допрыгнул чё горишь а не надо все нормально я думал опять пройду лицом сквозь все эти доски как в тот раз но видимо нет ё-моё ящик сквозь меня прошел таки получилось удивительно правда оупен поехали оупен подождем привет драться договариваться попробуем и я нашел бомбы поговорим время переговоров прошло мы все нахуй взорвем вы не слышите все кончено я хочу свалить и живым выбраться из города поможете мне я помогу вам ты сам знаешь джек нас никто отсюда живыми не вы нифига тех отморозков отпускать на самом деле пора уже все взорвать бросьте вы этого не сделал не слушай его джек не знаю джо ручу это не тот пилигрим что недавно появился на базаре блин я чай забыл похуй хоть папа римский какая разница не понимаешь если он пилигрим он может нас вытащить вывести из города в безопасное место я не верю этому хуили ты никому не веришь я просил тебя уладить все по-хорошему уладить по-хорошему с барни нахера чтобы он свалил с базара после того что мы узнали от миротворцев мы предупредили этого ебаната дали возможность сбежать но он решил что умнее всех предупредили о чем но что лукас готовился арестовать его за оружие не только он он неделями готовил для него ловушку но вместо того чтобы по-тихому свалить отсюда барни попытался всех переиграть так барни знал что лукас идет за ним придурок хотел начать войну в старом вилле дори а нам это все нахер было не нужно деньги кристаллы это другое дело поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку но пилигрим вы видишь нас из города или как успокойся джо сам блять успокойся выведи нас из города пилигрим в ближайшее поселение и никто не погибнет а и так и так уже никто не погибнет между взрывчатку обезвредили обезвредили информацию от них узнали узнали давай теперь их просто убьем и все я не хочу помогать отморозкам они в новое место переедут и там будут творить херню вы умрете я не торгую с убийцами и вымогателями ты глянь на этого святошу пилигрим нам проповеди читает ну и дурак же ты ой что что такое игрушка сломалась ты ай-яй-яй я сразу про это сказал что у меня еще не мог заблокировать ой что ты танцуй нет у Ребята, я смотрю, вам весело, да? Вы не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, Даня. Все нормально. Ай, мне горячо. У меня тоже горячо. Подожди, а у меня там лечилки даже не поставлены. А у меня только эти есть, да? Ну ладно, хорошо. Как быстро оно прям вообще хорошо, а? Вы еще не закончили, нет? Не расслабляйтесь. Они хотели уйти в огне. Вещеты сбываются. Видишь, как хорошо? Как они были вообще какими-то боссами? Даже ударить ни разу не смогли. Несчастные. Так, готово. Подключите доступ к воде. Ой, двойная булава, хорошо. Так, ножка от стола. Необычная одноручная палка. Какая необычная ножка от стола? Не знаю, зачем мне это. Все, мы победили. Оружь пролагала. Ну что, Эйден, ты же умный. Решай, кому достанется вода. Так, секунду. Распределение города. Мне не понравилось, как оно пролагало. Когда вы отдаете объект миротворцам или выжившим, они берут контроль. ТРПР, когда фракция получает зону, размещает в ней свои сооружения. Миротворцы устанавливают ловушки, а выжившие приспособления для паркура и облегчающие перемещение по городу. Чем больше объектов вы передадите фракции, тем сильнее она станет и тем лучше сооружение сможет установить. Текущее распределение города можно посмотреть на карте. А давайте делать 50 на 50. Короче, давайте делать и так, и так. Мне кажется, будет нормально. Я эту водонапорку в любом случае отдаю выжившим, потому что если они там умер и умрут через месяц, то это вообще не круто. Мне нахрен не нужны их паркурные приспособления, но я хочу, чтобы они жили. Получено достижение, высокое давление. Спасибо. Мне вообще не в кассу там все эти канатные дороги, я ими особо-то и не пользуюсь. Наоборот, лучше так передвигаться своими ножками и получать очки паркура, дополнительные за это. Или использовать ловушки и весело бахать толпы зомби у миротворцев. Но водонапорку надо было отдать им в любом случае. Ну, давай. Так, да. А эта территория до сих пор ничейная. Хорошо. Вращайте на себя, чтобы мастербировать карту и посмотреть... Так я посмотрел уже. Все, я посмотрел. Отстань. Теперь смотри, как сильно откатывается. Раньше так сильно назад камеру нельзя было откатить и посмотреть всю карту. А теперь можно. Здесь вы найдете различные награды города, которые получите, назначая зону под управление одной из фракций. Чтобы отдать зону, найдите ее объект, водонапорку или электростанцию, запустите его. Опа, как. Хорошо, спасибо. Все, ты меня отпускаешь? Отлично. До свидания. Как он? Эйден, где тебя носит? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукаса и убили. Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго. Куда ты залез? Ты чего? Ты зачем? Не надо так делать. Так, 280 метров нам куда-то туда. Вообще сейчас темнеет, на самом деле. Ну его нафиг, по этой темне куда-то переться. Пойдем поспим. Событие не пройдено. Какое? Я ничего не видел. Отвали от меня нафиг. Так, подождать до ночи. Поспим полчаса, а потом еще целую ночь. И после этого уже, когда рассветет, тогда отправимся. Давай еще разок. А если ультрафиолетовая лампа, которая возле твоей кровати, выключится, пока ты спишь. Чего делать-то? Всего каранты, ты обратишься ночью и даже ничего и не поймешь? Вот это, конечно, будет поворот. Там куча побочек внизу. Какое-то это... Там какое-то событие, но это на ночную зону. Погоди, а сюда как попасть? А, вот так сюда попасть. Хорошо, пойдем. И... Я думал, сейчас не зацеплюсь уже. Если бы я сейчас не зацепился, это охренеть было бы поворотиться. Пипец, они тут канатов понавешали. Я что-то не видел в предыдущей зоне, подконтрольной этим ребятам, такого количества канатов. Внезапно. Ну ладно. Держимся за воздух, все в порядке. Так, 170 метров. Дай-ка я продам всякую хрень. У меня там уже... Так, во-первых, ценные вещи. О, 2-300 монет, добротно. О-о-о, пипец у меня тут. Сколько всего. Так, монет у меня теперь 4560. Я считаю, это прекрасно. Все, бежим дальше. Как защититься от опасных электрических волн? На тот... Ой, тихо. Забыл про перекатик. Не нажал вовремя и поплатился за это. Ну вот опять. Эйден, я видел Софи и ее людей у водонапорки. Молодец. Так что в мотеле никого не будет. Но не знаю, надолго ли. Блин, в этот модель так неудобно забираться, это кошмар. На случай, если вдруг у кого возникает вопрос, почему я не ставлю улучшения в пушки, а сейчас гашу стоковыми, да потому что тут на самом деле пушки меняются очень часто, быстро и вообще гораздо больше времени тут тратишь на то, чтобы создать улучшение, поставить его. Какой самый простой доступ на эту точку есть? Наверняка он же есть, правильно? Типец, а что-то игра лагать начала. У меня видеокарта, походу, перестает справляться. Наверное, здесь можно будет забраться. Давай попробуем. Подождите, мужчина, подождите! Мужчина, я же попросил. Мертвый придурок. Во! Вот так. Поехали. Типец тут лагает по-страшному иногда, я не знаю почему. Ну давай уже! Ну давай ты сможешь, там можно зацепиться, твою мышь! Ладно, сейчас как-нибудь залезу. Здесь гораздо больше времени тратишь на всякие, на поиск улучшайзера, на создание улучшайзера, на монтаж улучшайзера. А пушки расходуются быстро-быстро. Погоди, я же по этим столбам просто не могу, Вера, залезать? А, могу! Чё ж твою мышь? Я чё-то думал, что не могу. Вот так вот. Приучили геймера ко всяким жёлтым этим подсказочкам. Типа сюда залезь, туда залезь. Я и думаю, что... Ой. Тоже мне дожили. Всё, нормально. Вот я и залез. А я хожу тут, мучаюсь, короче, вопросами какими-то задаюсь непонятными совершенно. Могли бы и лестницу свесить. Я не занимался всем этим геморроем. Найти доказательства. Потрясающе. Так, и раз. Игра, алё. Чё происходит с игрой? Погоди. Всё нормально. Она никак не могла развернуться в полноэкранный режим сейчас. Теперь развернулась, всё равно лагает. Чё-то нездоровая. Здрасте. Это моё. Это вкусняшка. Найти доказательства в убежище барня. Блин, ну тут опять армейская птичка. Я хочу ингибитор. Но хотеть не вредно. Так, а теперь меня наконец-то пустило в эту святую святых. Палка гвоздями, лекарства. Ладно, я не буду лутать всё подряд. А, у них тут больше лутать ничего. Чё мог, кто залутал? Уже я говорю. И ладно, я не буду лутать всё подряд. Я им, пожалуй, это оставлю. Что ты нашёл? А вот и кожица. А вот и кожа. А вот и татушка. Сейчас бар не возникнет. Блядь, это человеческая кожа. До тебя дошло, родной. Хакон, тут кусок кожи с татуировкой. Срезали с Лукаса. Что? Да. Сейчас блевану. Уходи оттуда. Мы расскажем Айтуру и он. Роешься в вещах моей сестры? Не знал, что в этой дыре пилигримов нанимают в качестве горничных. Кожу сбрасываешь, барни. Что за хрень? Мне кусочек лука... Это была она? Ты извращенец. Пошёл ты. Неплохо, но это не моё. Да ладно, это была она? Я убью тебя, стокинь. Я на автомате попытался правую кнопку мыши блок поставить. Погоди ты. Да погоди. Погоди, говорит. Не бей меня, барни. Что ж ты делаешь-то? Эй, я тебя сейчас ударил. Вообще-то, почему у тебя отката не было? Прекратите! Привет. Что здесь, блядь, творится? Любительница кожи. Вы свихнулись? Он пытается, сука, нас подставить. Свалить всё на нас. О чём он говорит, Эйден? У меня есть улика. Нашёл в твоих вещах. Улика? Какая? Ты срезала татуировку с руки Лукаса. Он был ещё жив, когда ты это делала? Ты с ума сошёл? Я этого не делала. Возможно. А твой поехавший брат? Барни не псих. Мы не имеем отношения к смерти Лукаса. Кто пытается их подставить? Я иду к Айтеру. У меня есть доказательства. Да погоди ты, кто-то мог подкинуть. Эйден, это не мы. Никто на базаре не поверит тебе. Может, это Айтер сам сделал? Тогда откуда здесь этот кусок кожи, Софи? Его подложили, чтобы нас подставить. Думал об этом? Да явно он не думал об этом. Зачем? Чтобы отвлечь всех от настоящего убийцы. Кто больше всех выиграл от смерти Лукаса? Айтер. Кто выгодал больше всего? Если ты так легко сюда попал, то и другой мог побывать здесь до тебя и подложить это. Да почему не имеет значения, что не так с нашим ГГ? Неважно. Вам придётся отвечать перед Айтером. Подожди! Пожалуйста. Айтеру не нужна правда. Ему плевать на поиски настоящего убийцы. Он лишь ищет повод напасть на базар. Это не моя война, Софи. Нет. Но твои руки будут в крови. В крови невиновных. Кто-то пытается нас подставить. Кто-то очень умный. Мы не садисты, чтобы вырезать куски кожи, Эйден. И ты это знаешь. Я знаю, что вам мешают миротворцы. Да. И мы от них избавимся. Но не как психопаты и убийцы. Эйден, поверь мне, это подстроено. Я помогу тебе попасть в центр. Клянусь. Как? Избавившись от самой большой проблемы. От миротворцев. Это опасно. Мы очень долго к этому готовились. Я тебе всё расскажу, когда буду готова. Будь на связи, Эйден. Пришло время перемен. Перемен. Пребуют наши сердца. Перемен. Опса-гопса-дрипсаса. Так. Здесь там больше что делать. Нефиг. Там была ещё какая-то улика. Какой-то шнурок лежит. Сколько там время? 9.20. Отлично. Только-только расцвело. Можно идти гулять. Там столько лута светится на самом деле, а заходишь одни бутылки. И... О! Привет! Я тебя напугал, да? Извини. И не хотел. Ой. Здрасте. Мне куда идти-то? Где квест какой-нибудь? Водонапорные башни ждите вызова от Софи. Хорошо, ладно. Пойдём, короче, сделаем пока пропавшие без вести. Раз нам надо ждать от неё этой. Полкилометра куда-то пердолить. Ёкарный бабай. Ну ладно, пойдём. В конце-то концов только-только расцвело. Нам тут торопиться некуда. Я жму эту эвку, да, и реально забираюсь гораздо быстрее. Хорошо, ладно, побежали. Полкилометра. Если по пути что-нибудь попадётся... Там, кстати, посиделки у костра. Смотри. Я не помню, показывал их уже, не показывал. По-моему, не показывал. Так часто мимо них просто бегаю. Сидит кучка неписи и что-нибудь обсуждает. Блин, погоди, там выжившего гастят. Надо помочь. Подожди, подожди, я бегу. Фу, не того пнул-то. Всё нормально, живём. Хорошо. Давай награду. Спасибо. Пойдём обратно к посидёлкам. Как я тут допрыгнул вообще? Любовь заставит страдать. Мы живём все в том месте, где нет больше людей. На совести нашей много смертей. Роемся мы в руинах, в поисках смыслом. А совесть сердца всем нам насквозь прогрызла. Мужчина мой умер, искал нам еду, оставил дитя, что родится в аду. о бедная жизнь, что смогу тебе дать. Что ж ты так тихо поёшь? мы рождаемся, чтоб умирать. А на кой хрен ты вообще ребёнка заводила в этом мире? Блин, не понимаю размножение, ради размножения животных. эти, честно, будь я на их месте, я бы даже не задумывался на тему того, чтобы каких-то детей здесь заводить. Вы чё? Ладно бы, если вирус закончился, закончилась там пандемия, все эти ужасы, кошмары и всё прочее, а так ребёнок родится, в каком мире он, бляха, родится? Ему какие ужасы-то придётся переживать? Нет, я буду размножаться, чтобы да, потому что так мне твердит моя это самая биология, надо срочно писькой потыкать пойти. Животные, блин. Ночной сюжет, там погоди, ладно, ночной сюжет мы не пойдём, там квест какой-то ещё горит, для полного счастья. Допрыгает ли? Как-то вроде как по этим? У людей были только луки, стрелы и копья. Опять вы что ли? Одно и то же изо дня в день. Так, так, так. Куда бы? Куда бы? Туда не хочу, хочу остаться на крыше. Ладно, пойдём здесь. И раз, и вверх. Поехали. Так, 30 очков паркура, здесь уже место какое-то аномальное лагать начинает, когда прибегаешь. Зря я взял на самом деле этот навык, где нужно F-ку прожимать, он так редко нужен. Я думал он будет срабатывать на автомате, как мне там и показывали. А он ни хрена на автомате не срабатывает. Просто вообще никак. Возможно он дальше что-то более полезное откроет. Ну-ка дай посмотрим. Это вот был неуловимый бегун. А-а-а, да-да-да. Скольжение в любом случае нам понадобилось бы. Прыжок после скольжения. Сохраняя темп, прыгая сразу после скольжения. Нажмите пробел во время скольжения. Это прыжок. Кайфово. И бегущий сквозь толпу здесь открывает. Прикольно, но нет. Скольжение мы в любом случае возьмем. А потом. Так, что здесь? Испытание паркуром. Не хочу. Не сейчас. Сейчас нам куда-то вон туда. Ай! Долетел. Хорошо. Такие странные звуки там были. А! Я думал он вниз упадет. Ну так чисто поприкалываться. Я больше так не буду. Эйден? Приходи на базар. У нас собрание. Готовы ввести меня в центр? Я тебе все расскажу, когда ты придешь. Поторопись. Ты охренеть своевременная. Я только дошел. А тут ты со своим квестом. Эй! Есть тут кто? Я в Дэмиэна! Эй! Чего хотел? Квест. Я Дэмиэна. Он сказал тут есть работа. Не по адресу, брат. Но я только что от него. Он отправил меня сюда. Ты один? Нет, меня два. Да, я один. Уж надеюсь. Заходи, спускайся. Там все объяснят. Какие интересно мутные ребята. Ты еще тут? Да, я еще тут. Я только зашел. Что ж ты хотел то? Ты дурак. Ой. Пройдите собеседование. Мы сейчас драться будем на собеседование. От Дэмиэна. Он сказал тут есть работа. Крена. Ясно. Это Джон Псина? Так что? Ты тут недавно? Дэмиэн тоже об этом спрашивал. Какая вам разница? Босс задал вопрос. Солгайте сказать, что я местный. Что у вас за работа? Я все еще пытаюсь понять, почему я здесь. А вы все ходите вокруг да около. Ладно. Давай о работе. Для нее тебе лучше не быть известным на базаре. Маффин. Я бы не сказал, что я там известен. Это хорошо. Очень хорошо. Похоже, мы наконец-то нашли кого нужно. О чем вы говорите? Что вам от меня нужно? Просто мы работаем на того, кто до смерти хочет тебя увидеть. Но не до своей смерти, полагаю. Выбираем его, парни. Надеюсь, вам все нравится. Вам же все нравится? Я правильно понимаю? Ой, коктейли кончились. Вот ваш босс уже отъехал, например. Пропавшие без вести. Судя по всему, сейчас будет все это, братья. Задача обновлена. Встретитесь с Демиеном. Классно. Я встречусь с Демиеном. Ой, как я встречусь с Демиеном. Я очень сильно встречусь с Демиеном. И не только с ним. Взлом легко. Поехали. Обшарим сразу их халабуду, пользуясь случаем, так сказать. Да что ж ты такая, а? Ага, спасибо. Так, чем порадуешь? Особо ничем. А где был вход? На первое. А, вот ты где. Эйд! Ты? Ты? Как ты? Не умер? Ах ты засранец! Ты меня подставил! Что? Нет. Клянусь. Я никогда бы. Я просто выполнял свою работу. Я вербовщик. Пердовщик. Я должен обо всем рассказать Карлу. Кто эти люди? Кто эти люди? И почему они меня искали? Не знаю, Эйден. Поверь мне. Пожалуйста. Они попросили меня прислать им новичка. Но они сказали зачем. Нет, они сказали, что ищут меня. Я делал то, что сказали. Они имеют отношение к смерти Лукаса? Конкретно. Они просто какого-то новичка. Что? Нет. Господи. Надеюсь, что нет. Это было бы ужасно. Но клянусь, я не знаю. Значит, ты уже посылал к ним других до меня? И их всех убили? Что ты натворил, Дэмиан? Я не знал. Сначала. Но даже когда я узнал, то не мог ничего поделать. Сколько, Дэмиан? Сколько людей ты послал на смерть? Прекрати, Эйден. Хватит. Мне очень жаль. Я был вынужден. Поверь. И что ж тебя вынудило? У них мой брат. Ага. Сдать Дэмиана Карлу, помочь Дэмиану. Я могу сначала вызволить его брата, а потом сдать его Карлу. Мне кажется, это оптимальный вариант. Давай попробуем сначала помочь, а вдруг потом будет вариант сдать Дэмиана. Я хочу его сдать. Рассказывай. Живо. Они схватили его и грозились убить, если не буду слушать их. Мне казалось, если я буду слушаться, они отпустят его. Я на крючке. Меня это достало. Я хочу вернуть брата. Ты не поможешь мне? Давай. Ты отправил меня на бойню. Ты излишься, понимаю. Но подумай вот так. И все тебе расскажет. Ты поможешь? Я не стану тебе помогать, я помогу тебе. Ну ладно. Я уже был там и все обыскал. Клиффа там нет. Правда? Черт. Ты думаешь о ней? Он еще жив, да? Не делай скоропалительных выводов. Но где они могут его держать? Проклятье. Это я виноват. Какой же я дурак. Отправка сюда людей, твоих рук дело. Что касается твоего брата, я не уверен. Где вы виделись в последний раз? Когда на нас напали, мы были на востоке Куари-Энд у моста дьявола. Эти уроды взяли его в заложники и с тех пор отдавали мне приказы. Я делал это только, чтобы спасти брата, Эйден. Я не знал, что другие будут умирать. Полагаю, мне придется осмотреть район вокруг моста дьявола. Эйден, ты не шутишь? Ни в коем случае. Я сделаю это для того, чтобы больше никто из тебя не умер. Не хочу тебя торопить, но мой брат в опасности. Ищите Клиффа на мосту дьявола. Бой брат в опасности вообще-то был все это время. Тебя это не смущало, да? А теперь говорит, слушай, ну ты бы поторопился. Ему там это, ему там плохо, тяжко. А то, что по твоей вине умерли, умерла хреновая гора людей, так это тебя не смущает, да? Красиво поет, на самом деле. Красивый голос, прям классный. Посидел бы, да послушал. Даже немного напоминает песни из Ведьмака. Иииии, бжух! О-о-о-о. Давай налево. Отлично. Так, 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 так. 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 И вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Так. А еще вот так. Хе-хе-хе-хе. Так дела. Все? Все, отъехали. Блин, не попал. Погоди. Ща попаду. Это твою мышь. Отлично. Не знаю, на чем я остался стоять, но на чем-то... А, я висю. Все хорошо. Где моя награда? Давай. 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 Спасибо. Три 120 метров теперь бежать. Юперный балет. Ну, побежали. В смысле? Я... Я этих... Вообще-то я этих пацанов уже видел в зоне ВГМ, они... И они на земле, а тут они пацана в крышу закопали. Всегда думал о нуждах других. Никогда своих. Мы никогда тебя не запустим. У вас свечка не горит. Вот. Я уже видел эту-эту. Ха-ха-ха-ха-ха. Пацаны, короче, его перезахоронить решили, походу. Ну, ладно. Так надо, видимо. Так, сейчас вовремя нажал Ц и даже не убился. 185 метров мне осталось. Мы с вами уже почти пришли. Че такое? Кто? Еди нафиг. Буду я с тобой еще драться, время на тебя тратить. Вот был бы на тебя квест, совсем другое дело. А так-то ну-ка, фиг оно мне. ЖИВИ! Тебе просто повезло, что на тебя не было квеста. 120 метров. Интересно. В ту сторону будет какая-нибудь канатная дорога? Надеюсь, что да. Но.. Оу-оу-оу-оу! Залезь обратно. Хо-хо-хо! Вот это я вылетел! В принципе, до этого мусора можно было бы допрыгнуть. Но я уже туда налево пойду. Да, блин! Что ж такое-то! Качаем паркур, все в порядке. Оп, хорошо. Урком зашло. Кстати, а здесь какой-то этот... Лутальня. Но я не буду сейчас на нее опять же отвлекаться. Пойдем. Лута мне, в принципе, уже опять хватает. Монет несколько тысяч набрано. То есть, если где-то какой-то вдруг рецепт у торговца интересный появится, я его сразу же куплю. Без проблем. Привет, зомби. Вот, рейсиков мне хватает. И... Отлично, забрался. Давай на самый верх. Давай, 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 не сачкуй. Опять военные стоят, гавкают. Не достали орать, орут тут везде. Ищите Клиффа на мосту дьявола. Погоди, тут какой-то ништяк. Спасибо. О, это тоже надо. Обыщите здание. 16 метров вниз мне туда предлагает. Пойдем. Как здесь спуститься-то вообще? Ага, вот как. Здрасте. Доброе утро. Хорош ты прыгать? Зомби-кунфуист, охренеть. Я даже париться не буду сейчас на тему там стелс-убийств и всего прочего. Когда у меня уже будут прокачаны быстрые поползновения, тогда да. А сейчас нет, не хочется. Мы будем очень много времени тратить просто в никуда. Так, ключ не горел, никто не видел. Давай еще этаж ниже. Ключ, который на ингибитора. Ну-ка, а что будет здесь? Вот прям так сразу... А, нет, не сразу, смотри-ка ты. Тряпки, перчатки медбрата, драгоценности. Блин, ну это неинтересно. И, кстати, мы сюда дальше уже и не выйдем. Там, кстати, интересное место. Можно было бы поковыряться кристаллов надыбать. Но, походу, нам сюда... Здрасте! Как ваши дела? Так, этот быстрый зомби, его залутать надо будет. У него будет трофей, вот у этого. Отлично. У предыдущего тоже был. У-у-у-у-у, полегче, пирожок. Погоди, выносливость кончилась. Так, ладно, время пилы. Ой, как хорошо пошло, ты посмотри, а! Добротнейше! Всю пачку контропупил. Хорошо. Ладно, здесь были в основном обычные зомби. Я думаю, бесполезно их даже искать. Это будет просто трата времени. А как бы мне вниз попасть, интересно? Вон там еще один спящий. Походу, дело, надо сюда проникнуть. А ты что спишь-то? Ты не слышал, что там такая... Это что было сейчас? Ты не слышал, что здесь война, что ли? Фига он глухой. Вот ты где. Здорово, мужики. Ты можешь слезть с каната Тарзан? Хрена у тебя радиус атаки, пирожок. Так, отлично. Вечно на лол хп хожу. Каком-то. Сейчас мне будет вкусно. Ну, не сейчас, не от этого ящика, а от того, что там за стеной находится. Там, судя по всему, до хрена припасов всяких. В таких-то ящиках редко бывает что-то прям полезное. Привет. Мне кажется, или он тут заглавного? А брат за тебя переживает. Что происходит? Вальц. Или о том, что тебе отдал Дилан. Постой, Вальц? Где он? Вот это мы копнули. Мне пока еще не все говорят. Хейден, ты здесь? Ты нашел Клифа? Еще как нашел. Но тебе не понравится. Дэмин, братишка, к сожалению, сейчас не лучшее время болтать. Что же, ты наконец нашел доктора Вальца. Вот только это он нашел тебя. Мне карантыда. Это он, парни. Тот, у кого игрушка доктора. Вам каранты? Клиф? Твою мать! О чем ты говоришь? Док будет в восторге! По-моему, все же вам каранты. Погоди. Подождите, мужики. Я тут сейчас кое-чего сделаю. А потом мы с вами продолжим общение. А, блин, не сделаю. Бухла нет. Приманка. На них не сработает. Мясо они сырое не едят. К сожалению. Жаль. Ладно. Поехали. Один уже допрыгался. А пацанов вообще это самое. Не бьешь, у них даже никакого этого. И что бьешь, что не бьешь, им пофиг. У меня, в принципе, тоже такое бывает. Все? Готово? Или еще сейчас придут? Сейчас, походу, привойду. Ай! За что, блин? Погоди-ка. Погоди-ка. Да твою-то, мышь. Ты можешь подойти и драться нормально? Вообще-то ты во время рывка в меня попал. Так. Да почему они даже не откидываются? И ничего с ними не происходит. Какого фига-то? Я не понимаю. Так, ремесло. Поехали. Давай аптечки сразу запилим. Два. Три. Какого фига? Ну, вы видели, в принципе, как они странно двигаются, багаются. Это что-то явно нездоровое. Нифига нездоровое причем. Так, поехали, захилимся. Ну, давай уже сам приходи. Ладно, сейчас я к тебе поднимусь. Так, семь монет. Пятнадцать монет. Хорошо. Там такая толпа зараженных за стеной. Здорово, пирожок! Все, напоролся. Задача обновлена. Хорошо, мне походу дело вон туда, к тому красненькому. Давай-ка вот эту штуку с собой возьму. Так, ключ у меня здесь не срабатывает. Ингибиторов тут нет, судя по всему. И каких-либо там подобных мешников. Он просто пошел с копьем в голове. Все в порядке. Потрясающе. Демиан, ты все еще здесь? Демиан, брат-то твой говно. Ответь, Демиан. Ты меня слышишь? О, привет. Вернитесь к Демиану. Ну, сейчас пойдем. Демиан там, походу, дело бухает от таких новостей. Он явно не ожидал такого от своего брата. Что если самый главный вообще был Демиан? Просто никто об этом не знал. Вот это сейчас будет поворот. Вряд ли, конечно. Но вдруг. Так, сюда не могу. Туда могу. Там экзит. Типец, они тут машину обустроили. Непонятно только на кой хрен. У нас тут... Да, с ноги открывать двери. Как еще? Ой, здрасте. 250 метров. Мне причем где-то внизу он там находится. Ну ладно, я, наверное, тогда даже на крышу залезать не буду. Хотя буду, кого я обманываю? Это же Дуинг Лихт. Это человек, что ли? Там сзади пачка зомби. Ой, до свидания. Человек хоть там какие-то кусты рассматривает. Серьезно? Здоровый? Нет, что за самоубийца такая? Поехали, кстати, покатаемся. Мы даже... Ой, как прикольно. Мы даже ни разу на такой штуке не катались. Ну вот, уже покатались. Тем временем 130 метров до Демиана. Не, канатная это бабуня всякая. Это, конечно, удобно иногда. Вполне. Я вверх-то не поеду, я так понимаю, да? Да, не поеду. Я просто упаду вниз. Жаль. Было бы прикольно. Взять и уехать вверх. На этой канатной дороге. С моторочками же есть всякие эти крепежи. Цепляешь, на кнопку нажал, включил там на курок. Поехал. Полетел. Темлите моим словам, ибо это новости последнего уцелевшего города. Морган Фриман, тут нет никого. Ты кому вещаешь? Граждане, хорошие новости из старого Велидора. Якоб, легендарный сказитель из нового Парижа, удостоит нас серии выступлений в Подкове на этой неделе. Сцена организована на крыше северо-западной части старой больницы... Мне кажется, что-то сломалось. Ну да ладно. Молодежь и старики будут слушать, затаив дыхание. Так, я почти пришел. Мне он нравится, а мне нет. Дэмиан, у меня была хорошая карта. Пусти меня! Откуда мне было знать, что они шулеры? Слышишь меня, Дэмиан? Ты вообще себя слышишь? Может, еще можно все как-нибудь исправить? Ты можешь все исправить, придурок, как вернуть мышку. Что случилось? Где Дэмиан? Он заперся в башне. Есть другой вход в башню? Нет. По крайней мере, обычным путем. Кое-кто пытался забираться по стене, но потом их приходилось отскребать от земли. Я понял, я пошел. Я попробую. Так. Другой путь забраться по стене. Пойдем посмотрим, куда там нам хотят предложить идти. Я так понимаю, мне сразу вот сюда. Он был заодно с миротворцами. Может, он и сам миротворец? Если это так, он бы не отдал нам буду. Это не отменяет того, что он работал на миротворцах. Ты посмотри на его лицо. Оно такое неискреннее. Это уже из области дурацких предположений. Да это сразу видно. Он смотрит так, как будто нас оценивает. И какую же оценку выставил нам этот праведник? Теперь ты надо мной смеешься. А почему нет? У тебя просто паранойя. С ним все в порядке. Походу, дело сюда теперь. Офигеть, вот это заданница внезапно подвалила. Здравствуйте, женщина. Можно я на вас залезу? Нельзя. Жаль. Женщина, ну почему? Я же вежливо попросил. Ну да, это не вариант. Так, ладно. Давай круголее сейчас понаворачиваем. По этой церквушке. Ага, вот сюда. Я понял, пошли. Так, ага. Сюда идем. Ёлки-палки. На этот квест, кстати, тоже надо было ночью дождаться. Я бы тогда больше паркура получил. Но уже ладно, хрен с ним. Оп. Красота. Ребята, вы так долго уже живете с этой церковью. Не могли нормально ее обжить? А если тут, не знаю, лестница, там еще какого-нибудь дерьма, чтобы... Ой. Я не хотел так. Но я так сделал. Мне вообще, походу, дело не сюда. Погоди. Тихо, не падаем. Я, наверное, сейчас даже сюда смогу залезть. Здесь есть такое место? Да, здесь есть такое место. Аккуратно. Мне кажется, это было не предусмотрено или предусмотрено. Но было или не было, так или иначе, мне пофигу. Я уже залез. О, тихо, 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 тихо. Фух. Ни хрена чужой какой торчит. Так. А как сюда-то залезть? Ладно, пробуем. По этому чужому как раз. Привет, горгули. Коллекционочка? Спасибо. Так, здесь не залезу. А, вот здесь. Нормальный вход есть, а я там всё пытаюсь. По внешним стенам как-то это. Из-под выпад верта. Так, я прибыл. Отговорите Дэмия напрыгать. Дэмиан. У меня есть пиво. Стой, не прыгну. Постой. Ладно. Я стою. Расслабься, Дэмиан. Давай успокоимся. Что тебе нужно? Поговорить. О чём? Жизни. О твоём брате. О том, чтобы не прыгать. О том, чтобы не прыгать. За то, что не узнал на своём опыте, умеешь ли ты летать? Не будь я таким слабаком и трусом, то уже прыгнул бы. Нет, ты просто не настолько эгоист, чтобы убить тебя. Кто тебя удерживает? Страх. Страх всегда удерживал меня. Он помешал мне отказать этим уродам, когда они забрали моего брата. Он помешал мне предупредить ребят. Это был не страх. Вместо того, чтобы посылать их на смерть. Теперь меня ничто не сдержит. Я не стану сдерживаться. Ты готов к этому? Потому что если я перестану себя сдерживать, то смогу наконец полететь. Лови его! Смотри! Нет! Побочное задание завершено, пропавшие без вести. Охренеть! Вот это вышло на побочечка! Вот это прям капец. Да, ладно, пацана, конечно, не спасли. Надо было попытаться с ним поговорить о его брате. Но так или иначе уже поздно. Так, куда мне по-основному? По-основному не сюда, вниз. Поехали. Да выпусти меня. И оп, летим. Оказалось, что у меня кроссовки разноцветные. Оказалось по... Эй, эй, ни хрена ты меня сбрасывает, ты молодец какая! Так, ладно. Взяла, так выгрузила прям вообще не по-божески. Чё, матрасов внизу нет, что ли, ни одного? Ладно, так, прилетим. Ай! Это было больно. Оп, нормально. Без потерь. Фу ты, блин. Где вход? А, вот. Ты всё время о чём-то переживаешь. А потом всё налаживается. Правда? Это безумие, Софи. Привет. У миротворцев больше оружия. И людей. Они раздавят нас. Пусть так, но у нас преимущество. Мы на своём поле. На своём поле? Ты спятил? Я запрещаю. Пока я главный, никто не нападёт на миротворцев. Ты больше здесь не главный. Что? Ты не лидер, Карл. И никогда им не был. Из-за тебя мы потеряли людей. И кристаллы. Ты сам чуть не погиб. Моя мать хотела базару свободы, а не рабства у миротворцев. Я хочу восстановить здесь мир. Ты можешь мне помочь? Или уйти? Роджер, Хамфри, арестовать их! Что вы делаете? Они хотят предать базар! Роджер! У тебя больше нет власти, Карл. Хочешь быть похожей на свою мать? Ты прольёшь кровь, Софи. Реки крови. Карл прав. У нас нет шансов в открытом бою. Софи! Какого... Поэтому сначала мы должны их ослабить. В смысле? Мы отключим их основной источник электричества. Без ультрафиолета Айтер не сможет защитить свою базу. Они будут вынуждены уйти из туннелей и потеряют арсенал. Как это поможет мне попасть в Сентрал Луп? Когда силы Айтера будут подорваны, он отойдёт за подкреплением. Тогда ты сможешь попасть в Сентрал Луп, Эйден. Но сначала мы должны взорвать ветряк. И последнее. Пока Айтер не пронюхал. Барни, собери людей. Будьте наготове. Роджер и Хамфри, идите в арсенал. Раздайте оружие всем, кто может сражаться. А ты, Эйден, иди к Альберту и Венчанце. Они всё расскажут. Ладно. Единство и свобода, Эйден. Вместе мы победим. Честно, паркур повышен. Очень здорово. Давай. Давай его сразу цапнем. Давай сделаем подкат. Потому что подкат прям must have. Я очень давно уже его хочу. Его надо. Скрытные передвижения надо. Блин, всё надо. Ладно. Как или иначе, мы до всего тут дойдём. Честно, знал бы заранее, что в итоге это всё приведёт к кровопролитной такой массовой бойне между двумя фракциями. Я бы лучше помог миротворцам. И дело далеко не в том, что она армия, там хрен армии и так далее, и так далее. Я наоборот очень сильно не люблю вот такое вот всё. А дело скорее в том, что миротворцев я часто видел на улице. где они пытаются спасать других выживших. А вот этих базарцев я что-то на улицах в такой роли ни разу не видел. Надеюсь, ты не ещё один. Вообще ни разу причём. Так, ультрафиолетовый факел, огненные стрелы, пламя отрава, терапыры, ужесточение. Давай, ладно, я всё у тебя куплю, начну уже бабки тратить в конце концов. Мне там 4 тысячи никому не нужны. А скоро я наверняка ещё накоплю. И будет вообще хорошо. Может, аптечку тоже улучшить. Время применения 3 секунды. Поехали. Я, кстати, прошлый раз улучшил её и чё-то не заметил, чтобы она реально с 4 секунд на 3 перешла. Вот вообще совершенно. Эй, Альберто! Новая броня слишком хрупкая. Явно сделана не для людей. Ага. Ужим не какие-то нежные. Не вижу. Панцирь и жуков отлично защищают. Это тонкая работа. Сделана из самых качественных материалов. Сделана из... из... Ай! Ой! Я вижу, как у него из ушей валит дым! Берегись! Сейчас взорвётся! Из титана. Мы нашли немного титана и укрепили им броню. Поэтому она легче и лучше защищает. И не будьте такими мудаками! О! Чего сразу не сказал? А можно мне тоже такую броню? Взяли бы да молотком по ней бахнули сразу. Можно только тот чувак расскажет? Точно. Большой ветряк, который подает электричество в штаб миротворцев. Но сначала нам нужны заряды, которые Джек и Джо оставили в водонапорной башне. Ты принесешь их нам, пилигрим? Я же их поснимал уже. С чего взяли, что миротворцы отступят, а не дадут бой? Потому что папа проектировал этот ветряк. Он знает его как свои пять пальцев. И это единственный их источник питания. Ветряк, единственный источник питания? Господи, это так бессмысленно. И опасно. Но мы должны действовать быстро, пока миротворцы не раскрыли наш план. Итак, ты с нами? А если они... Это единственный способ? А если ветер дуть, перестанет, что они будут делать? Ясно. Значит, у Фэшки миротворцев... Да, именно. ...погибнет. Только если миротворцы не развернутся и не отправятся туда, откуда пришли. Они могут не развернуться. Они отобрали у нас этот ветряк. Он был нашим. Лукас и его люди, они... Захватили. Без электричества они все уйдут. А у нас есть генераторы. Почему у миротворцев нет генераторов? А им нужен большой источник питания. Это так тупо. Один большой источник питания. И командир Джек Мэтт не станет рисковать сражаться и с зараженными, и с ренегатами. Старый Велидор снова будет нашим. Хорошо, ладно. Давай. Ладно. Сделаем. Супер. Тогда иди к водонапорной башне. Нам... Свяжись. Так я же тогда их снимал. Не мог их просто в карман положить. Я еще посмотрел на эти добротные пачечки взрывчатки и подумал, что... Как было бы классно, если бы я ее просто с собой таскал. Че ты хочешь? Вы не помогаете. Вы ни к чем. Все в порядке? Нет. Пожалуйста. Речь о моих детях. Они пропали. Их нет много часов. Тринадцать и шестнадцать лет. Пожалуйста. Не мои. Они всегда говорят мне, куда идут, когда вернутся. Все было как всегда, но у меня скоро день рождения. Они пытаются сделать мне сюрприз. Я умру. Понимаешь, если с ними что-то случится. Позволь мне помочь. Ладно. Я... Что? Тебе повезло, что речь о моих детях. Я знаю, кто становится пилигримами. Ишь, че какая? Тебе выбирать, как будто здесь есть из чего. Я лишь хочу помочь. Где мне начать... Здесь. Они играют у зерковной стены с каким-то мелким противным мальчишкой. Они готовят мне сюрприз на день рождения. Так, ладно, я потом. Что ты делаешь со сбежением воды? Блин. Какого хрена? По сути, в лагере миротворцев тоже есть дофига нормальных, добрых, хороших людей. А во время... В лагере этих тоже... Так, революция и сюжетное задание побежали. В лагере базарцев тоже дофига людей, которые вообще... Им эта война в хрень не впилась. Они ничего не хотят. Им просто бы пожить без всякого этого дерьма, без этих войн. Без дележки территории. Но нет. Большим шишкам там боссам. Шишкам по чешишкам надо начать делить. Давайте делить зону, давайте делить территории там. Давайте сюда тыры-пыры. Какого хрена я метро, кстати, я не могу до сих пор открыть. Почему-то, по каким-то, блин, по причинам. Кассета, давай. Когда-нибудь мы с вами сядем, переслушаем все эти кассеты. Не знаю, когда это будет и будет ли. Наверняка, да. Может, как-нибудь, кстати, запустим с вами стрим. На нем мы посидим всю эту дичь, послушаем и всякие необязательные там побочки поуполняем. И все в этом духе. Как смотрите на это. Так, куда-то туда. Пойдем. Чисто стрим с побочными квестами. А основной сюжет останется на видосы. Блин, не могу запрыгнуть. Аборигены волнуются. И надо большим шишкам делить территорию. Типа, ой, мы захватим город. Мы-то у нас такая идеология. А мы вот военные все и все такие крутые. Люди, которые непричастны, вообще не хотят этой войны. Они такие, а что, нам тоже драться идти, да? Из-за того, что вы, мудаки, не можете один сарай поделить. И так человечество на грани вымирания. Нет. Они размножаются и дерутся. Дерутся и размножаются. Придурки. Господи, ну какие придурки. Еще и здесь войну устроили. Че бегаете? Пошли нахрен. Не буду я с вами драться. Время только тратить. Ой, оперный балет. Морган Фриман с Сейт вещает. А ты че за пипетка? Привет, малышка. Как дела? А, это та милкая. Я не малышка. Майя, которая. Эй, постой. Мы уже встречались. Я Эйден. Как там тебя зовут? Майя. Что ты здесь делаешь, Майя? Ищу бандитов. Хочу задать им трепку. Молодец. А сейчас я прячусь от зараженных. А-а-а. Что тебе сделали эти бандиты? Они украли кучу всего. Но самая важная вещь... Ой, вот они. Вот она где. Хватит следить за нами, мелкая дрянь. Я же говорила. Ты труп, малец. Не волнуйся. Вы убьете десятилетнюю девчонку? Спрячься. Это быстро. Вы серьезно? Ну ладно. Женщина, вы вообще кто и откуда? Да. Господи, ты вообще кто и откуда такой вылез? Почему пинок сейчас не сработал? Интересно. Внезапно. Спасибо. Это было здорово. И жутко тоже. Обращайся. Это они украли твои вещи? Нет. Раньше их было больше. Наверное, они у других. Так какую самую важную вещь они украли? Музыкальную шкатулку. О, блин. Музыкальная шкатулка это дело такое. Наверняка от родителей у нее было. Это правда важно. Ты должен найти ее и... Я разрешу тебе оставить ее у себя. Я ее тебе сдам. На кой фиг экономик? Бандиты пошли в это здание с видом на стройку на Уильям Денайнс Роуд. Ты должен забрать ее у них. Если не заберешь, то я сама. Эй, 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 маль... То есть, леди. Не волнуйся. Я справлюсь. Если не найдешь их, просто остановись и слушай. Шкатулка играет вот такую мелодию. Я запомню. Но днем их там не будет. Они всегда возвращаются в это здание ночью. Давай я отведу тебя домой. Где ты живешь? Я пойду на базар. Сама. Я не ребенок. Если тебе не нужна шкатулка, можешь ее продать. Она стоит кучу денег. А ты кто? Че смотришь? Отащите музыкальную шкатулку. 170 метров. Пойдем. Вот так вот. Бежал устраивать войну между двумя фракциями. А тут внезапно музыкальная шкатулка. Ну, чего бы и нет. Ладно. Давайте мы сегодня еще за музыкальной шкатулейм сделаем этот квестик. А побоище капитальное. Оставим тогда уже на следующую серию. Погоди, 45 метров. Какой-то быстрый квест, наверное, да? Ой, нет, не быстрый. Блин, ладно. Это по две сотни. Ой, нет, нафиг. Не пойду. Не хочу. Не хочу. Не буду. Не пойду. Нет. Там опять с Сарой здороваются на крыше. Я уже раз шесть, наверное, находил этот энкаунтер, где здороваются с Сарой. Наверное, надо хотя бы один раз досидеть его до конца, посмотреть, послушать. И тогда он пропадет. Но мне, если честно, лом. Так, 35 метров. Мы пришли. Мы практически пришли. Опа. Погоди, а мне сюда еще и ночью лучше заходить так-то. Где я? Что за зона? Просто темная низина, источник трофеев. Мелодия музыкальной шкатулки. Кажется, она доносится от того зараженного. Привет, пирожочек. Убейте зараженного, проглотившего шкатулку. Ни хрена ты. Не мог что-то другое-то скушать? Так, погоди. Там такой красный, такой красный. Блин, у меня получается... У меня есть С4, конечно же. И это очень хорошо. Взрывное устройство, которое можно привести в действие дистанционно. Прикрепляемый нет. Радиус 5 метров. Молодой человек, это вам. А как? А, вот. Подойдите, пожалуйста. Ближе. Да, да, я здесь. Здравствуйте, здравствуйте. А! Получил? Так, все, я сполошил всех. Ты идешь со мной? Отходим. Как у вас там дела у всех? Вы выжили? Ёкарный бабай. Как вы выжили? Так, погоди, ладно, давай я захилюсь, да спрыгну к ним. Они выжили? Сволочи такие. Звук пипецки противный, громкий. Мне кажется, я понимаю, почему эта мелкая говорит, что это типа того, что оставь себе эту шкатулку. Да она же звучит так, чтобы нас убил сатану своими воплями. Да, под такую музыку мне с зомбиами только и драться. Тихо, в сторону. Ну бей ты уже! Твою мышь. Мне зомби в жопу влезутся. Господи, вот тебя вообще здесь не хватало. Не лезут и лезут и лезут, пипец. Мне кажется, или что-то багнулось. У него там вроде как мауэр должен быть, но он им не машет. А эти зараженные, походу, ела лезут бесконечно. И это очень плохо. Братан! Братан, так нечестно, братан! Я даже не вижу, чтобы у тебя в руках твоя палка была. Он, по-моему, реально даже урон мне не наносит. Да умрите уже нафиг, поповзень сраный. О боже! Наконец-то! Я его замочил. Так, 750 еще этого дали. Трофея зараженного редко, уникальные, ценные вещи. Я хочу отдать шкатулку этой пипетке. Я не хочу ее себе забирать. Тем более, если она будет так звучать. Да это ж сколько народу поляжет потом. Все на моей совести будут. От ее звуков. Если ее где-нибудь в публичном месте включат. Не, это будет жестко. А у меня там квесты. Это продолжается, нет? Давай-ка сейчас проверим. Да, да, я понял. Найдите взрывчатку. Нет, смотри, квест автоматом завершился. И все, он продолжать не хочется. Так, слева же зомби живой. Погоди, надо быстрее это сломать. Ага, зелененький, спасибо. Ты что на меня не нападаешь-то? У тебя башка что ли застряла? Да ладно. А мы сидим. Так, было что-нибудь интересное здесь еще нет? Фиолетовый ящик. Да, это надо. Добротно. Ну ладно, ребят. У нас с вами получается... Дальше остался квест только про водонапорку. Майя это мелкая ускакала. Или Мия, или как там ее звали? А не, Мия это сестра. Поэтому я сейчас пошел спокойно лутаться. И увидимся мы с вами уже на водонапорке следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok